Ребятки, всем привет! Вы на канале Ёжик, Белка, Хомяк, Кабан и все звери нашего мира. И мы сегодня вновь коснемся покраски. К нам приехала капсула времени. Вы ее помните, мы ее уже красили. Она такая красотка. Сейчас мы с нее хром весь снимаем. Тут все, все в оригинале. Пробег 80 тысяч. Ну, короче, что я вам рассказываю, если я вам уже про нее все рассказывал. Про эту красоточку, про эту лапочку. Тут вообще по ней никаких вопросов. Она просто идеальна. И что же с ней в этот раз? Значит, в тот раз, как видите, капот мы красили, почти ничего не видно. Вот только маленькое место перехода по акриловой краске. Ну, это стандартно. Вот этот кусок мы красили и красили вот этот сапожок. Ну, еще что-то, но я уже не помню, что. В этот раз, как видите, сняли бампер, потому что полностью юбка побилась камнями. И ее нужно всю покрасить. Плюс вокруг фар тоже прилетали камни. Это тоже надо все поубирать. Ну, и вот такая вот фишка, видите, понизу начала после зимы автомобиль кушать, 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 кушать. Вот так, вот так, тут. Ну, короче, везде кушает. Сегодня мы начинаем ее делать. Вова уже немножко там разбирает все на свете. Я думаю, прорабатываю план. И подбор краски у нас уже подбирается. Также диски отдаем на порошковую покраску в беленький цвет. И, в принципе, все. Погнали. Разобран передок. Все, осталось только подсоединять. Надо их пометить. Провода я все время забываю, где какой, куда подсоединяется. Хоть там дважды два-четыре, но все равно. Это уже завтра помечу. Ну, и все. Колеса потихоньку снимаются, потому что они будут на пескострою отвозиться. Я свои поставлю, пока машинка поездит на них. И с мобилем, конечно, тут замазано все. Настолько добряче, что просто обосраться в сапоги. Это все надо вымывать, вычищать. И только там, где-то под маслоем мобиля, мы увидим объем работ, которые нужно сделать. Посмотрите, ну это просто жестяк. Зато то, что крайне редко встречается. Посмотрите, четыре точки сварные. Там гайка с пластиной для крепления бампера. Обалдеть. Такое тоже я очень редко встречаю. Даже у меня такого никогда не было. Все, поехали дальше. Ну, мы сегодня все. Мы уже завтра придем. Так, пошел процесс. Как видите, на пороге внизу вот здесь вот очень много было очагов. Пришлось снимать до голого металла полностью. До блестящего вот такого вот. Металл, конечно, обалденный. Просто ржавчина его не хавает. Это просто на поверхность она вылазит, во внутрь не идет. Вот такая вот красота. Конечно, да, заводскую краску мы все уже уничтожили. Но, ребят, много, очень много было очагов. Ну и тут по двери тоже, конечно. Вот эти вот точки. Вот они уже зачищены до голого металла. И местно будут подкрашены. Ну, тут только одна. И тут будет, наверное, вот такой кусочек краситься. Ну, или посмотрим, как-то. Еще не решил. А по морде... Ну, тут побито, конечно, капитально. Поэтому металл, опять же, оголяется. Вот эта часть больше всего, как оказалось, пострадала. И под бампером. Что с одной, что с другой стороны. А так, по большей части, вот видите, эти места, на удивление, в швах, вот в этих вот местах ржавчины нет. А вот в тех местах, где ее обычно нет, она есть. Такое необычное получилось. Ну, все. Вот это вот и все, что до голого металла будет сниматься. Дальше будем зашкуривать. Все-таки хочется заводскую краску все-таки оставить. Как можно больше. Переобули машину на мои колеса. Эти колеса сейчас Вова забирает на шиномонтаж. Надо разбудь. И заодно запаску. Ну, будем, короче, красить это все дело порошковой краской. Ну, заметили. Значит, смотри. Ну, во-первых, нульцевая резина советская. Да, по-моему, И-151 или что-то типа того. Ну, не суть. Важно, И-151. И в чем прикол? Зацените балансировку Советского Союза. Это просто кирпич какой-то. Это сейчас шиномонтажники оторут вообще по полной программе. Тупо таких вот два кирпича на железячке приколхожены и все. Да, такого, конечно, еще не видели мы. Так, ну все, Вова, везет. Итак, подготовительные работы завершены и все обезжирено. В шпаклевке используем крайне мало. Ну, прям вообще по минимуму стараемся. Значит, вот в этих местах тонкий слой. Ну, тут поскольку шпакла не было, просто углубились в краску. Представляете, да, насколько тонкий слой, чтобы выровнять? Вот, слой толщиной в краску, который, ну, в толщину лакокрасочного покрытия, которое было до этого. Ну и здесь, здесь просто площадь больше, ну, а так она, гляньте, она прозрачная, почти полупрозрачная. Здесь вообще не трогаем, потому что хорошо попытались выровнять, получилось выровнять. Ну, и вот в этих местах тоже очень тонкий слой шпакла. По морде шпакла вообще не использовали, хотя есть вмятины. Хозяин машины правильно думает. Так же, как и я, лучше на этой машине вообще по минимуму использовать шпаклевки, потому что хочется сохранить ее, скажем так, в бесшпаклевочном состоянии. Ну, и здесь был удар, я его как можно смог вытащить, выровнять, ну, и слегка-слегка накидал шпакл, но чтобы хотя бы эта вмятина не так бросалась в глаза. Тоже очень тонкий слой, видите, он просвещает, вот краска, которая под ним, вот, она просвещается, очень тонкий слой. Все, Вова мне сейчас помогает, держит бумагу, потому что нету времени уже поздний вечер все обклеивать. Мы сейчас грунтуем, Вова будет придерживать бумагу, я быстро вшик-вшик-вшик и побежали домой. Так, загрунтовано все. Мы имеем некоторые некрасивые места, но есть и красивые. Почему так? Чтобы вас заинтересовать. Значит, смотрите, показываю два разных варианта. Первый вариант, вот грунтовалось, и вот видите, краска каплями полетела, 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 и хрен знает куда аж прилетела. То есть это нам по-любому надо все будет стирать, вычищать, потому что граница должна быть четкая. Если вы закрасите мало, потом будете полировать грунт, вот эти капли появятся и все, и это считайте косяк. Вот тут точно так же, видите, капли полетели дальше. Но это вполне нормально и логично, потому что вы пользуетесь пистолетом-краскопультом, который от воздуха работает. Но бывают вот такие красавчики, видите, какое красивое загрунтованное место. Вот область, где у нас будет краситься, все замотовано. Если кому интересно, как так получилось, видите, никакой капельки вокруг нету грунта. При этом ничего еще не стиралось, ничего, только нанесли. Если кому интересно, напишите в комментариях, я для вас специально сниму видео, как сделать такую красоту. Ну, а тех, кто догадались, молодцы. Ну все, ждем высыхания. Завтра замоем все и начнем красить. Продолжаем. Начинается самое правильное, нелюбимое дело, которое у нас может только быть. Это замывание грунта. Ну, это, блин, так я его не люблю. Это делать надо просто ужас. У нас все высохло. Водичка готова. Наждачная бумага. Берем УА-700. Ну, короче, сейчас найду тут 800 и начинаю замывать. Во время замывания у нас есть несколько достаточно важных моментов. Первый момент. Это желательно не протереть грунт. Не протереть его до того материала, который мы покрыли. То есть до шпаклевки, либо до голого металла. То есть, ну, это, в принципе, не считается за косяк. Вы перед покраской всегда можете нанести тонкий слой эпоксидного грунта. И, в принципе, проблем не должно быть. И, в следующий момент, нужно сразу подготовить поверхность покраски. То есть мы будем все-таки делать переход. А переход это занимает какую-то площадь. Нам эту площадь нужно одновременно вот с тем, как мы замываем грунт, эту площадь нужно тоже подготавливать. Ну, и после этих манипуляций обязательно нужно все сушить. Конечно, время сейчас играет с нами злую шутку. По-хорошему, после перетирания, после замывания грунтовки, неплохо было бы оставить машину на сутки. Оп, сейчас дверь. Баба! Если мы оставим на сутки, у нас все хорошенько просохнет и проблем не будет. Но у нас всего времени нет. Поэтому будем брать фен и сушить. Наконец-то замыл я все эти области. Замотовал поверхность вокруг достаточно хорошо, чтобы красочка прилипла. И будет что полировать еще. Обклеил. Ну, конечно, так обклеил. Без бумаги, пленкой, потому что я планирую к пленке туда далеко не подходить. Ну, пленку нежелательно вот так вот обклеивать. Вернее, пленкой. Потому что краска, когда прилипает... Ну, если вы толстый слой докладете, допустим, вот здесь. Вы клали толстый слой. Вот здесь красили, да? У вас бы краска сюда вот на пленку очень сильно прилипла. Достаточно толстым слоем. Вы дали этому всему делу высохнуть. И когда вы, допустим, лаком потом вскрываете, пленка зашевелится от потока воздуха. И хлопья краски просто начнут здесь летать, прилетать в краску и так далее. Это косяки. Поскольку я, видите, тут далеко очень обклеил, а красить буду вот здесь, я думаю, что бумагой здесь не особо нужно обклеивать, потому что будет аккуратный процесс покраски. Ну, а так имейте в виду, нужно обклеивать бумагой. Тут точно так же. Вот, я вот буду красить до сих пор. Сейчас-то всё вытрется, конечно. Потому что всё шкурилось. А здесь просто опыл. Я ограждаю, чтобы меньше было полировать. Единственное место – это вот это. Сейчас я сюда положу кусок бумаги. Потому что, видите, очень граница такая чёткая между целлофаном и поверхностью, которую мы будем красить. Поэтому бумагу сейчас я сюда прицеплю. Ну, а так, в принципе, всё. Всё замыто, всё готово. Время уже подходит к вечернему. Уже солнце садится, даже уже село. А я только начинаю красить. Так, ну что ж, ребята, я буду использовать вот этого молокша в этот раз. Он очень хорошо раскладывает тоненько краску и делает изумительный переход. Прям такой, который полируется налегке. Единственное, что слой достаточно тонкий, поэтому приходится 3-4 слоя класть. Ну и, собственно, укрылистость краски превосходная. Вот, смотрите, пройдёмся по грунтовке. С первого слоя перекрывает почти... Ну, почти полностью. Поэтому тут хоть есть плюс. Поехали! Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, попадание в цвет, в принципе, могу сказать, 95%. Какой-то всё-таки, какой-то лили процент, но я вижу. Ну, невооружённым глазом, по крайней мере, при этом свете, места, где красились, не видно. Ну, естественно, там, где зашкуривалось, то вокруг, видите, такое более светлое. Это понятное дело. Ну, а так... Ну, допустим, морда. Ну, вот, как бы, перехода по краске я не вижу. Такого уж, ну, цвета именно. Тут у нас... Ой, штатив неудобно. А как вы будете смотреть? Ну, тут, как бы, вся деталь красилась, поэтому особо тут смотреть не на что. Так? Здесь было прокрашено от крыло аж сюда. Оторвём лишнее. И что мы видим? Вот место перехода, которое сполируем. Вот место перехода по опылу. Здесь это не чувствуется ограничка вообще. Это просто опыл плёх. Поэтому, вот видите, прикрывалось для того, чтобы полировать было меньше. Вот эту часть сполируем и до свидания. А здесь будем наждачной бумагой счесывать для того, чтобы получить красоту. Ну, и если вот сравнивать, ну, вот, как бы, родной цвет, вот, подобранный, то они очень-очень-очень похожи. Мне нравятся. Всё-таки колориста мы нашли отменного. По сравнению с тем, которые были у нас раньше, ну, просто великолепный подборщик. Что-то там не нравится. Переделает, перепру... Вот, смотрите. Вот последние, да, машины, которые мы красили. Вот здесь едва-едва не попал. Чуть-чуть не попал. Гранд Витара. Гёд всё хорошо. Икс 7 всё хорошо. Здесь бум-бум-бум. Вот здесь, по-моему, едва-едва не попал. Если это был бы подборщики старые, где я подбирал, то вот это вот всё не попали, а вот это бы попали. Я же говорю, 8 непопаданий было, 2 попадания. Вот такая вот была статистика. Я давал всегда на покраску, на попадание в цвет всего лишь 20%. Сейчас планка поднимается до 50%. Не могу пока больше поднять, но 50% попадания в цвет он делает. Вот. Молодец. Ну, вот такие вот дела. Сейчас её надо будет собрать и покажу вам. Ну, не прямо сейчас, она высохнет. Покажу вам, как она будет выглядеть. Но потом она ещё приедет, потому что надо ещё эту сторону делать. Мы пока мы сделали частичечку маленькую для того, чтобы увидеть, попали, не попали в цвет, как колорист нам тут угадал. Всё. И у нас всё хорошо. Так что приезжает в следующий раз, делаем ту сторону. И немножечко доделаем эту. Я ещё хочу вот этот уголок покрасить. Вот этот вот с этой двери. Ну, то попозже. Это надо ещё обсудить просто с хозяином машины и будет видно. Для вас. Это момент. А для меня я не знаю, когда она приедет. Не хочу разделять на два видео, поэтому встретимся, когда она снова приедет. Ребята, продолжаем. Приехала опять наша капсула, которая в тот раз у нас делалась. Это тот раз у нас был сколько, Вова? Наверное, недели 4 назад, да? И мы продолжаем. Я уже изрисовал места, которые нужно делать. То есть вот вниз крыла, арка, ручка. Раз, два места. Тут полностью низ двери. Вот точка, тут 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 точка. Тут низ крыла. Два места на крыше. Вот видите, какие паскудные. Вот диски покрасили в порошковую краску. Посмотрите, какие красавчики. И, собственно, Вова сейчас снимает бампер. Тут все в оригинале, ребята, все в оригинале. Вот даже коврик оригинальный, который крепится на оригинальных местах, оригинальными клипсами. Посмотрите. Инструмент оригинальный. Все в оригинале, ребята. Тут у нас вокруг лючка, вот краска вся послазила. Пролили бензин. Опять же, низ. Стандартное место для жигулей. Вот тут кто-то красил. Видите, как не очень получилось покрасить у людей. Поэтому мы это будем перекрашивать. И вот там вот уголок. Все наши места, которые мы красили, мы еще не полировали. Все красиво выглядит у нас. И я снимаю ручку для того, чтобы все это прокрасить. Снял карточку. А здесь оригинальные вот такие вот пыльники, наверное. Так их можно назвать. Прикиньте, я никогда такого не видел. Это что-то очень редкое. Что? Защита от влаги. От влаги? По крайней мере, у меня вообще не так называют. О, Господи. Как видите, вот такая защита от влаги. Тут есть обесшумка вот такая тоже по заводу. Вибруха, которая под брусом даже проклеена. Ладно, снимаем сейчас это все дело. Ручку. И снимем ручку с водительской стороны. Потому что там под ручкой тоже места. И продолжаем. Работы у нас уже пошли. Я уже начал шпаклевать эту дверь. Уже тут номер сняли. Бампер сняли. Зачищать начинаю. У нас поменялся сотрудник был Владимир Сталдмитрий. И он занимается очисткой металла поверхности. В общем, лакокрасочной от этих загрязнений масляных. Или мавиля, битума и всего остального. Помните, что перед началом работы всегда удаляйте все эти жирные вещества. Потому что если вы будете шкурить, и у вас останется это вещество, попадет мавиль, допустим, в риску, которую вы набьете. Потом будете красить, и все. И у вас будут косяки. Притом достаточно большое количество, которое не получится так сразу взять и убрать. Продолжаем работать. Достаточно много у нас тут повреждений таких. Так что некоторые детали мы все-таки красить будем целиком. Олегович уже дочищает порох от мавиля. Вот, некоторые детали вот тут тоже будем целиком, скорее всего. Но некоторые элементы все-таки будем подкрашивать местно. Потому что вот я-то рассчитывал, что здесь будет торба. Оказалось, нет, здесь все хорошо. Здесь только вот скривляешься. Оказывается, только вот здесь вот такие вот три капочки, которые мы просто подмажем. И все. Здесь будет подкрас такой пятнистый, да? Который потом сполируется. А здесь, ну, не знаю, есть ли смысл. Вот оно все стерлось, почти не видно. То есть здесь реально капочка подмазать. И все. Ну, а здесь сейчас я вот дочищу. Здесь вот есть ржавчина под ручкой. Наверное, вот эти вот, вот эту часть придется целиком. Потому что такое, раз, два, три. Тут еще скол. В общем, много сосредоточено ржавых мест. Здесь один, второй хорошо стерся. Ну, а вот так вот, по низу дверей, вот по сих пор, вместе с порогом, кроме вот этой двери, это будет целиком издуваться. Сильно много здесь повреждений. Так, у нас уже все готово под грунтование. Сейчас еще чуть-чуть дошкурим области, где у нас будет попадать грунтовка. И начинаем обклеиваться. Здесь тоже, как видите, все готово. Вышпаклевано. Мест по шпаклевку очень мало было. Вот это одно место, видите, очень прозрачный слой. Чисто для выравнивания. Ну, и тут чуть-чуть побольше. Все, больше шпаклевок нет. Крышу я уже сделал, закапал краской, залил ее. Мы подождали, она высохла и счесали лишнее, сполировали. То есть, крышу мы больше не трогаем. И вот тут вот была попытка сделать все это безболезненно, но безболезненно не получилось. Протерся до грунта, поэтому нужно подкрашивать. Здесь, слава богу, все нормально. Нигде ничего не протерлось. Здесь два скола было, разворушили, закапали краской и сполировали. Ну, вернее, сейчас пока стерли, только осталось заполировать. Порох, слава богу, тоже оказался с малым количеством коррозии. Как видите, раз, два, три, четыре таких серьезных места. Ну, еще есть вот эти пять и шесть посчитать. Может, шесть. Тут больше всего, потому что здесь прилетают камни. Ну, все, вот так готовим к грунтованию. Достаточно много работы было, блин, по этой машине. Еще раз убеждаюсь в том, что мелкие подкрасы, вот эти вот, это все слишком большой геморрой. Достаточно проще взять и покрасить всю деталь. Что и, в принципе, делают большинство автомалеров. Ну, или СТОшек. И не заморачиваются ни с чем. Взяли всю деталь, покрасили и все. Ну, а мы, как видите, извращаемся, извращаемся. Ну, конечно, когда он много, то тоже приходится. Даже не всю деталь, а пол детали. В общем, у нас тут все уже обклеено. Я уже пистолет настроил. Вот таким вот маленьким буду красить. Поехали. Увидимся, уже финальный итог вам покажу. Ну, что ж, ребят. Вот и покрашена машинка. В принципе, так-то на первый взгляд и не поймешь, где красилась. Это вот только-только, видите, куча. Расклеиваю буквально после покраски. Вот тут вот подкрашивалась. Тут подкрашивалась. И вот тут. Во время расклейки тут пару точек слабой краски заводской, видимо. Не думаю, что это красилось. Пару точек от грунта отпало. Вместе со скотчем пришлось подкапать. И все. Тут у нас все хорошо. Задняя часть тоже получилась. Очень даже. Как раз вот место перехода. Это как раз в районе бампера. Особо не бросающийся в глаза. Есть единственное, что вот такие вот места, где нельзя было на бортик сделать переход. Что это за фигня приклеилась. И здесь мы делали при помощи тампончика вот того вот, малярного для переходов. Такой вот переходе, который на ощупь практически не чувствуется. Потом сполируем. С этой стороны. С этой стороны. Ага. Вон подкрас был. И там, вон, видите, тоже подкрас был. Будем вот эти вот еще подполировать потом, когда высохнет. Порох полностью. И низ крыла. И низ двери. В цвет попали. Вроде бы как неплохо. Ну такая работка. Все. А вот предыдущие покраски будем. Когда все уже высохнет, отполируем уже всю машину. Назначим все на один день. Или на два дня. Машины после покраски пускай съезжаются. Выделим неделю полировки чисто. На этом все. Поехали дальше. Дальше новое видео. Новые машины. У нас сезон еще не заканчивается. Хотя это вы увидите, черти знает когда, наверное. Зимой уже. Ну ладно. Увидимся в новых видео с новыми машинами. Субтитры сделал DimaTorzok.